Сегодня мы легко можем решить проблему голода на основе уже существующих технологий. Один из ярких примеров – это вертикальные фермы. Главными отличиями вертикальных агропроизводств от традиционных тепличных хозяйств являются многоярусное размещение насаждений и полностью контролируемый в закрытом помещении климат. В вертикальных фермах используется несколько технологий. Первое – гидропоника. Выращивание в искусственной среде без почвы. Второе – аэропоника. Выращивание в воздушной среде без почвы. Третье – аквапоника. Технология, сочетающая гидропонику и аквакультуру, выращивание рыбы. Таким образом мы видим, что почва не используется, нет насекомых. Нет необходимости использовать пестициды, продукты, экологически чистые. Это закрытый комплекс, он не вредит экологии. Его эффективность говорит сама за себя. Вертикальная ферма Mirai Corp в Японии является одной из крупнейших сити-ферм на планете. Для ее функционирования необходимо на 98% меньше воды по сравнению с классической фермой, а ее продуктивность в 50-100 раз выше. Американская ферма AeroFarms проводит до 26 сборов урожая за год и производит в 390 раз больше продукции с квадратного метра, чем при выращивании на полях. AeroFarms выращивает сегодня более 550 различных сортов фруктов и овощей. Сегодня в центре НАСА проводятся практические разработки по выращиванию злаков для обеспечения людей в условиях космоса. Ученые Стэнфордского университета рассчитали, что пшеница, выращенная с использованием 10-ярусной вертикальной фермы в закрытом помещении, может иметь урожайность в 660 раз выше, чем дают современные методы ведения сельского хозяйства. В 2020 году мы опубликовали документ о производстве пшеницы на вертикальной ферме. И на самом деле можно производить много продуктов, и не только в сезон, а все 365 дней в году, совершенно независимо от климата. Но проблема в том, что это довольно дорого стоит. Каждый год нужно тратить около 15 миллионов долларов на электроэнергию, что является довольно значительной суммой. И если решить проблему с электричеством, это будет замечательно, ведь у людей будет еда. И эту проблему с электроэнергией мы решим в первый год переходного периода к созидательному обществу, благодаря постепенному внедрению бестопливных генераторов энергии, которые существуют уже сейчас. Еще одна удивительная возможность, которую дают вертикальные фермы, это выращивание овощей в любой точке планеты. Один из таких примеров — это Антарктида. Сейчас я нахожусь в нашей антарктической теплице из проекта МКС, и я проведу небольшую экскурсию. Как вы видите, вокруг меня повсюду растения. Слева помидоры. Позади меня огурцы. Справа — четыре вида салата. Таким образом, мы видим, что вертикальные фермы значительно расширяют наши возможности в производстве продуктов. Но это далеко не предел. Сегодня разрабатываются проекты полноценных экосистем, способных выращивать не только овощи и фрукты, но даже рыбу и птицу. Французский архитектор Пьер Сарту предложил вертикальную ферму смешанной функции — Тур-Виванд — живая башня, в которой можно расположить жилье, фермы, помещения для отдыха, рестораны и магазины. Концепция экобашни Тур-Виванд заключается в объединении производства гидропоники и жилья в городской среде. 30-этажная пирамидальная ферма Pyramid Farm, разработанная Диксоном Диспамье. Это сельскохозяйственная экосистема с замкнутым циклом, в которой почти каждый элемент сельскохозяйственного процесса, включая воду и питательные вещества, рециркулируется. В ней будет использоваться только 5% земли, необходимой для традиционных фермерских полей. Одна такая ферма будет производить самые разнообразные фрукты и овощи, рыбу и птицу и кормить около 50 тысяч человек в год. Только эти несколько технологий показывают, что как только начнется переход с потребительского формата на созидательный, проблема голода будет решена мгновенно. Благодаря объединению научного потенциала, лучших разработок и ресурсов в течение первого года переходного периода к созидательному обществу будут созданы универсальные многоцелевые фермы. В таких комплексах в одном строении, помимо выращивания растений, будут также фермы по выращиванию рыбы, скота и птицы. Первый этаж – рыбная ферма. Второй и третий этажи занимает животноводство. Верхние этажи предназначены для сельскохозяйственной продукции – растений, ягод, фруктов и овощей. Мы можем создавать такие фермы даже на тех территориях, где ничего не растет и земли непригодны для жизни человека. Пустыню Сахару мы превратим в самый плодородный район земли. Свежие продукты, без химической обработки и пестицидов будут на вашем столе в любое время года, в любой точке мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова